митлайдер дом собрали закрепили установили отливы значит из особенностей вот сверху сверху где вот этот форточка форточка она находится в рамке вот они лежат вот это форточки вот это рамки сейчас мы будем готовить рамка она двухметровая поэтому если сейчас присмотреться у нас на арках есть отверстия под рамку соответственно где отверстие нет то арка встает в середине в середине рамки здесь рамка крепится по краям здесь здесь важно не ошибиться что начнешь собирать арки перепутаешь и потом придется либо сверлить либо переставлять арки то есть получается нет отверстий вот этой есть отверстие дальше опять нет отверстий есть отверстие а вот здесь серединке уже ставится метровая форточка соответственно метровая рамка она идет обе арки с отверстиями вот они сверху и снизу отверстия вот это вот особенности сборки каркаса именно сейчас у нас отлив сделан то есть мы сейчас будем крыть стены ставить переливы и параллельно будут готовиться у нас вот эти вот рамки подготовка рамок на теплице легенда покажем как рамки прикручивается форточкой к рамке шарнир саморез 25 на получается на потому что профиль будет сквозь него 25 самореза цинковым то есть одевается профиль наверх часть форточки уже лежит прокручивается девятнадцатиками спресс шайб все и она отцепляется потом откручивается вот рамки потому что рамка будет ставиться отдельно теперь то есть прежде чем это делать нужно вот мы вот все рамки так разложили чтобы понять где у нас вверх и вниз потому что по отверстиям они отличаются вот по этим вот крепежным отверстием в рамке нужно не полениться сползать теплицу померить там на каком расстоянии верхняя на каком нижнем все вот мы их разложили лицевой стороной как вверх еще один момент крайние рамки имеют трубу 20 на 40 вот она широкая это край самый край рамки где рамки 2 соединяются на на арке там идет труба 20 на 20 этот момент тоже надо учесть то есть вот мы их так разложили 1 2 3 метровик серединке рамка отдельно лежит вот расстояние поменьше это низ у нас но мне кажется лучше перемерять чтобы не ошибиться чтобы наверняка и вот опять завершающая рамка она из трубы 20 на 40 все вот так вот их подготовлен обшиваем поликарбонатом полик получается сверху заподлицо с трубой ставится что не было силе вырезается на пол трубы пол трубы здесь здесь тоже здесь грубо говоря 1 100 до края трубы не хватает здесь практически но также 1 100 до края трубы что все было красиво чтобы он не цеплял друг дружку с рядом стоящей форточкой продолжаем тему мид лайдера порядок последовательности смотрите у нас каркас стоит стены мы обшили их осталось прокрутить только стенах у нас есть стеновая хромуга в принципе и установка тоже ничем не отличается от легендовской прикручивается сначала правая без разницы левая возле возле фрамуги все и дальше идет лист нахлёст нахлёст то есть где-то он бывает цельный то есть идет вот от самого верха идет 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 и до края форточки он цельный но при когда лист цельный это очень хорошо конечно влага иногда клиенты просят сделать это так чтобы у нас форточка открывалась чуть пошире когда цельный лист форточка открывается вот настолько кому-то достаточно некоторые просят побольше вот пожалуйста вам побольше но при этом приходится разрезать лист то есть по шарнирам режется лист шарниры сверху профиль сверху профиль снизу и стыкуется так чтобы практически не было щелки вниз все точно так заправляется вот эти листы надевается профиль все красиво все достаточно все это что касается стеновых форточек стены форточек отмечу еще раз с разрезом разрезом для большего открывания принципе не даже так наизом выворачивать крючка не хватит да и смысла нет так далее про особенности сборки каркаса как я уже говорил каркас стоит обшиты стены этот порядок не имеет значения то есть стена обе стены что правая что левая сейчас идет установка переливов в принципе это точно так же как на легендах а из особенностей что покрытие крыши то есть сначала кроется низкая крыша но я ее так называю низкая крыша то есть мы сейчас сюда устанавливаем перелив кроем низкую крышу и только уже после этого мы прикручиваем рамки каркас в рамки под верхней форточки после того как прикрутили рамки уже только тогда кроется верхняя крыша потому что там особый уголок он заходит на рамку то есть без рамки этот уголок не поставить так вот покрыли мы крышу покрыли крышу у нас листы сейчас нужно крутить отлив такой вот сюда ставится который прижимает поликарбонат и не дает в принципе воде по подать внутрь теплицы такой отлив свой пирог получается тут стоит прогон потом полик и потом отлив и далее уже вот этот отлив будем прижимать как она правильно рамкой рамкой форточной и прикрутили рамки после того как прикрутили отлив прикрутили рамки на свои места что тут такие винтики потайны чтобы они не мешали нахлёсту поликарбоната вот теперь уже после рамок сюда ставится фигурный пергонек нижний сделаем вот там переливы и начнем уже крыть вторую половинку крыши высокую крышу и вот у нас пирог из уголков то есть откроется сначала такой уголок с арки на рамку затем лист полика и затем у нас ложится вот такой фигурный все это все дело прокручивается так и установка на данные форточки автоматов что автоматы уже установлены начали работать кто-то погорячее сейчас они будут выравниваться так значит как крепить вот когда форточка закрыта корочка закрыта вот от этого места отступаем 5 сантиметров 5 сантиметров она будет открываться максимально вот так вот если хотите чтобы она открывалась чуть поменьше максимально можно отступить там 78 не будет угол открытия чуть поменьше из 5 сантиметров на закрытой хорточке отмеряем 35 с половиной 36 до следующего шарика до крепления все отмерили это у нас размер автомата в закрытом положении и тут сантиметра 3-4 до пружины здесь чуть побольше потому что угол больше сантиметров 10 до пружины все ставим термопривод обязательно термопривод штоком вниз это место смазываем маслом пару капель масла размазали все отлично вот это вот у него максимальное открытие вот те уже начали опускаться потому что температура в термоприводах падает вот такая вот красивая очень вместительная объемная теплица у нас получилось у меня на этом все задавайте вопросы всем пока